С крупной победы начал Магнитогорский Металлург свою очередную серию в розыгрыше Кубка Гагарина. Причиной довольно неожиданного результата в подмосковной Балашихе стал ударный заключительный период, в котором гости забросили три безответные шайбы. О драматичной игре со счастливым финалом расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Десять раз Металлург и Авангард пересекались в плей-офф. Но в истории КХЛ их кубковые встречи явление редкое. Предыдущая серия состоялась еще весной 2012 года. И вот, наконец, возник долгожданный повод вспомнить былое. Начало игры получилось откровенно скучным, но затем команды резко добавили. На шестой минуте Николай Прохоркин выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Филипп Хольм здорово бросил от синей линии и открыл счет. Развить успех гости могли в большинстве, но реализовать его не сумели. А вот хозяева с первой же попытки использовали численное преимущество. Американец Рид Буше мощно выстрелил в ближний верхний угол. Конечно, мы в первой серии собрались, посмотрели, как «Авангард» играет в большинстве. И дисциплина очень многое будет решать. И «Авангард» с первого же большинства показал, что удаляться ни в коем случае нельзя. Увы, во втором отрезке «Магнитогорцы» снова удалились, причем сделали это серийно. В течение 71 секунды гостям пришлось обороняться втроем против пятерых соперников. Но, вопреки опасениям, игроки «Металлурга» отработали блестяще и даже имели возможность забить в меньшинстве. А чуть позже, получив очередной шанс разыграть лишнего, великолепно им воспользовались, затратив на это всего 7 секунд. Тейлор Бек выиграл вбрасывание. Транзитом через Андрея Нестрашова, Сергея Мазякина и Филиппа Хольма шайба вернулась к канадцу. И он фирменным броском снова вывел «Магнитогорцев» вперед. К сожалению, уже в следующей смене гости дали сопернику организовать контратаку. И 20-летний Егор Ченахов, проводящий дебютный сезон в КХЛ, забил свой первый гол в плей-офф. Второй период, лучший для «Металлурга» в предыдущей серии, на сей раз оказался не столь удачным. Есть наметки, то, что мы сейчас записали в своих карточках, и будем сейчас все разбирать и смотреть. Зато третий период словно вернул болельщиков к лучшим образцам игры «Металлурга» в минувшем регулярном сезоне. «Магнитогорцы» снова четко отработали в меньшинстве на старте отрезка, а затем в течение без малого трех минут сделали результат. Егор Мартынов доставил шайбу Тейлору Бекку под синюю линию, тот выдал классную передачу Семену Кошелеву, и его роскошный бросок стал пламенным приветом Бобу Хартли от его бывших подопечных. Ведь все три творца этого гола еще недавно выступали за «Авангард». Буквально тут же Максим Карпов получил клюшкой по лицу, но удаление так и не состоялось, поскольку Карпов отменным пасом нашел на пятачке Сергея Мазякина, и капитан гостей в борьбе с защитником сумел пробить выпускника школы «Металлург» Игоря Бобкова. А помешать Мазякину не сумел воспитанник «Магнитки» Алексей Береглазов. Итог встречи подвел эффектный розыгрыш численного преимущества. Тейлор Бекк и Денис Расмусен помогли отличиться Андрею Нестрашилу. И хотя играть оставалось еще ровно 12 минут, вернуться в матч хозяева не смогли. 2-5. Молодцы ребята, очень доволен игрой, доволен победой. И, скажем так, война началась. Следующее сражение также будет битвой при Балашихе. Прямую трансляцию второго матча серии смотрите в нашем эфире в субботу, 20 марта, в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Прямую трансляцию второго матча. Продолжение следует...